В образовательных учреждениях Хабаровского края оборудуют 100 спортивных площадок для сдачи норм ГТО. Правительство регулярно укрепляет материально-техническую базу в школах. Речь идет не только о проведении ремонтных работ, но и приобретении нового оборудования. Вообще, школьная спортивная площадка должна включать в себя элементы для разных групп школьников. Оборудование должно подстраиваться, либо иметь несколько вариаций по высоте, длине и размеру. Необходимы тренажеры как для индивидуальных, так и для грубовых занятий спортом. Все они должны соответствовать нормам ГОСТ. На площадке обязательно должно присутствовать естественное и искусственное освещение по всему периметру. Оборудование на школьных площадках делится на несколько категорий. Игровые виды спорта – это ворота, сетка для волейбола, ракетки для бадминтона, воркаут, турники, брусья, шведские стенки, вспомогательные, скамейки, фонари, урны. Футбольные поля застилают, например, искусственным газоном. Для беговых дорожек и площадки воркаута выбирают резиновое покрытие. Для общих занятий физкультурой – плитку из резиновой крошки. Согласно нормам у общеобразовательных организаций, есть возможность пользоваться спортивными сооружениями и площадками, расположенными за пределами собственной территории, но при условии, что они оборудованы и соответствуют требованиям санитарного законодательства. Собственные же спортивные площадки школ должны иметь полимерное или натуральное покрытие, а беговые дорожки и спортивные площадки спланированы так, чтобы не возникало проблем с отбоном поверхностных вод, так как проводить спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках недопустимо, равно как и на площадках, имеющих дефекты. Давайте все подробности узнаем, что со спортивными площадками в школах нашего края у гостей в студии Юлия Алексеева, начальника отдела общего образования Министерства образования и науки Хабаровского края. Доброе утро! Мы уже очень много рассказали, все подробно описали, на самом деле звучит очень красиво и грамотно, на самом деле, или как на сегодняшний день оценивается состояние спортивных площадок, спортивных объектов нашего края? За все спортивные объекты говорить не могу, потому что это учина Минспорта, но хочу сказать, что эта работа проводится совместно. И, конечно, главное в школе – это реализация основной образовательной программы и создание условий для занятий детей физической культурой. Обращаю ваше внимание, что занятие физической культуры – это не физическая подготовка детей и не занятие спортом как таковым, не спортом высоких достижений. Уроки физической культуры, они направлены на то, чтобы развить у детей интерес вообще к здоровому образу жизни и навык, и привычку тренироваться, составлять комплексы упражнений для себя в продолжении всей своей жизни. Ну, то есть не зря предмет называется «не физра, а физическая культура». Да, и она включает не только практический, но и теоретический блок. Это так вот для всех. Зачем, например, знать историю о Олимпийских играх? Это очень важно как раз-таки для детей знать еще и общекультурный контекст и уметь составлять лично для себя физический комплекс без помощи, например, посторонних тренеров. Ну, можно сказать, что для реализации всех этих целей на сегодня есть в школах условия? Да, условия созданы во всех школах. Да, они далеко не идеальные, может быть, в некоторых школах. Но я хочу сказать, что работа по оснащению спортивных залов, я говорю не только про спортивные площадки, я говорю про спортивные залы тоже в том числе. Работа эта проводится. И вот с 2014 года в нашей программе развития образования Хабаровского края постоянно из правительства выделяются деньги, из краевого субъекта, из денег краевого субъекта. Но в этом году вот беспрецедентный случай. Вот если, например, сравнить с 2014 года по 2020 год, общий объем средств, который был выделен на ремонт спортивных залов и оснащение плоскостными сооружениями, это приблизительно 95 миллионов. Ну, там, 94 с небольшим. А в этом году, к 1 сентября, из средств, выделенных правительством Российской Федерации, 150 миллионов выделено на оснащение спортивных площадок. То есть больше, чем за все эти годы вместе взятые? Все предыдущие вместе взятые. То есть будет оснащено до ноября этого года порядка 100 школьных площадок. Вот про оснащение давайте поговорим, что входит в это оснащение. Какие-то тренажеры специальные, что будет закупаться? Это специализированная площадка, она готовая, то есть не закупаются отдельно тренажеры. То есть это оборудование, которое так и называется, спортивная площадка, предназначенная для подготовки к сдаче норм БТО. Это тоже уникальное оборудование, потому что оно новое, тактильное. В крае таких еще не было, оно не металлическое, а деревянное. То есть из таких вот высококачественных материалов, это брусья, это рукоходы, это штанги. Особенностью будет то, что на информационном стенде будет располагаться QR-код, и каждый ребенок, воспользовавшись своим гаджетом, телефоном, сможет скачать тренировку по той группе, которую он выберет, с опытным тренером и может самостоятельно на этой площадке продолжать тренировки. Эти площадки, если представить размеры ее, 8 на 11, они предназначены не только для групповых занятий, на них могут проводиться различные физкультурные мероприятия, в том числе и с участием родителей. В общем, очень широко может применяться вообще эта площадка. А вообще какие нормативы сейчас дают школьники? Хочется понимать. Для чего? Для того, чтобы знать, в каком состоянии находится здоровье в целом. Ну, сказать о том, что есть какие-то специальные нормативы, нет. Наверное, нормами являются нормативы ГТО. Но при этом как раз-таки основным показателем является прирост конкретной ребенка, достижение ребенка. Например, если в начале года он три раза подтягивался, а к концу года подтягивается пять раз, мы будем говорить, что он выполнил свой норматив, свой личный норматив. Но сдача же норм ГТО на сегодняшний день для школьников не является обязательной. Конечно, мы готовим. Для нас это условные нормы. Если ребенок, например, даже получил бронзовый знак ГТО, он может получить отметку 5 по физической культуре. Это значит, что для него он, может быть, является и достаточным. Спасибо вам огромное. Хорошие новости вы принесли. Это замечательно. В гостях сегодня с нами этим утро была Юлия Алексеев, начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Хабаровского края.